Не прошло и двое суток, как ФСБ России отрапортовала о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Её внедорожник взорвался вечером 20 августа в Подмосковье, а уже 22 числа спецслужбы заявили, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. В убийстве подозревают гражданку Украины Наталью Вовк. Версия ФСБшной провокации и убийства этой женщины именно ФСБшниками, она, мне кажется, более достоверна, тем более там много косвенных улик за это. Например, что парадоксальным образом, как и в случае с убийством Немцова или отравлением Навального, не работали камеры наблюдения на стоянке, где стояла машина, под которой подложили мину. Поэтому никто ее не засняли, причем не работала на этой стоянке уже долгое время, как сказали. Так что это тоже очень подозрительно. И второе, тоже была информация, что на эту стоянку, она охранялась, и туда было сложно попасть без ксивы, соответственно, щекот. Кипиш вокруг взрыва автомобиля поднялся после того, как стало известно, что за рулем была дочь идеолога русского мира Александра Дугина. Ленд-крузер Прада, в котором находилась Дарья, которая выступала под псевдонимом Дарья Платонова, взорвался, когда девушка возвращалась с семейного фестиваля традиция. В приоритете рассматривалась версия подрыва. Поскольку взрывное устройство установили под днищем автомобиля со стороны водителя. В этом автомобиле должен был ехать отец Дарьи, Александр. Но он в последний момент сел в другую машину. Что на самом деле кроется за этим убийством? Кто в первую очередь заинтересован в ликвидации Дугина? Почему российские пропагандисты в первые минуты заявили о причастности украинских спецслужб к подрыву? Это общество, с которым мы сейчас на самом деле ведем бой, и это общество характеризовалось социологом Анри Жеру как зомби-политика. И, собственно, такие мобилизационные милитари, выкрики, слоганы необходимы для такого временного пробуждения зомби. Для начала разберемся, кто такой Александр Дугин, чем он занимался и какое отношение к его деятельности, имеет дочь Дарья. Дугин известен как философ и консервативный публицист. Он один из распространителей идеологии «русского мира» и «нео-евразийства», концепции доминирования России над соседями и распространения российского влияния на территории евразийского континента. В течение многих лет Дугин призывал Москву к более агрессивному самоутверждению на мировой арене. Западные СМИ называют его одним из главных идеологов современной России, которому прислушивался Путин и кремлевские чиновники. В 2014 году Александр Дугин отметился резкими антиукраинскими заявлениями. В частности, комментируя трагические события в Одессе 2 мая, призвал убивать украинцев. По сути, все его выступления – это нарративы, которые озвучивает Путин. Вот эти погибшие герои в Доме профсоюза, они уже решение свое сделали. Они пали за свободу Юго-Востока Украины от неонацистской киевской мрази. С 2014 года Александр Дугин внесен в санкционы список Евросоюза. А с 2015 года и в санкционные списки США и Канады за предполагаемую причастность к российской аннексии Крыма. Дугин был зачинателем. Он автор определенных идей, абсолютно шизофренических, параноидальных идей. Но он в своем стиле подкладывал идеологию под вот этот принцип, который перехватил у него Путин. Принцип какой-то арийской нации, особого значения России, бога избранности и прочего. В свое время именно на этой шизофрении была построена и обустроена идея русского мира. Но прошло время, и уже Дугин в этой конфигурации оказался лишним. Более того, особенно после тех случаев, когда он начал напоминать, что он-то вообще-то автор, а не Путин, а не кто-то другой, и он уже начал производить как бы неудобства. На самом деле, в последнее время, ну последнее, это довольно расширенное понятие, несколько последних лет Дугина очень и очень не воспринимали в Кремле. Его воспринимали уже как определенную помеху. Дочь Александра Дугина, Дарья Платонова, полностью поддерживала отцовскую идеологию и была его правой рукой. Вместе с ним она выступала с лекциями по философии и политологии, работала политическим обозревателем, основанного отцом Международного евразийского движения. Писала политические статьи для прокремлевских «Раша Тудей» и «Царьграда». Дочь Еводария, мне кажется, абсолютно отравлена до глубины мозга этими идеями, она в них живет. Нам трудно понять людей, которые живут в этой глупости, в этой блаже. Но люди в этом живут. На России миллионы людей, которые живут с этими идеями. Вот когда мы слышали там заявление Путина, что вот там все остальные сдохнут, а мы там вознесемся на небеса, там попадем в рай. Ну, у любого нормального человека, как нам казалось, должно бы возникнуть отторжение от подобных фраз. То есть это должно было бы быть воспринято как что-то абсолютно негативное. Но на России десятки миллионов русских восприняли это с воодушевлением, с восхищением. Вот тут та же самая история. Платонова считала, что РФ начала так называемую спецоперацию против Украины очень аккуратно и деликатно. Но, возможно, надо быть более жесткими и меньше прощать. Одно из последних нашумевших заявлений было сделано Дарьей после поездки в уничтоженный Мариуполь на Азовсталь. Найти правду в спиче было сложно. В Азовстале что впечатлило, это наличие русофобской литературы. То есть, в принципе, весь подвал, он завален литературой. Это не просто там некоторое такое бункер, некоторое спасение от какой-то агрессии, да, как говорят украинцы на эфирах, особенно в Европе. А это просто идеологический такой хаб. Власти США и Великобритании обвинили Дарью в распространении дезинформации и как отца внесли в санкционные списки. Дарью на территории РФ продвигали как настоящую русскую женщину, которая отказалась иметь собственную семью, мол, Россия важнее. Пропагандистка была частым гостем российского зомбоящика, где она проталкивала нарративы русского мира, а по-простому откровенно врала. Русские пытаются отвоевать у смерти вот этих вот мирных жителей. Жизнь. Это очень интересно. Пытаются отвоевать жизнь в прямом смысле. А что такое смерть? Вот даже вспомните, если классических поэтов, Навалис, например, он говорит, что смерть – это утрата соборности. Вот в Украине вот эта соборность, единство народа, оно было утрачено. Появилась куча группировок с агрессивными тенденциями, с агрессивной идеологией. После информации о гибели Платоновой, в российских СМИ и телеграм-каналах начался настоящий кипиш. В смерти Дарьи сразу начали обвинять Украину. Сначала главарь так называемой ДНР Денис Пушилин заявил, что за смертью Дугиной Платоновой стоит украинская сторона. Представительница МИД РФ Мария Захарова недвусмысленно дала понять, что украинский след будет рассматриваться как главная версия смерти Дарьи. Если украинский след действительно обнаружится, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом. А сенатор Андрей Клишас написал, что террористы должны быть уничтожены, и исполнители, и заказчики, где бы они ни находились. Российские пропагандисты потребовали бить по Украине. Рупор Кремля Маргарита Симоньян призвала войска РФ бить по центрам принятия решений. Давайте посмотрим, кто первыми бросился обвинять Украину в этом убийстве, в этом теракте. Пропагандоны? Кто? Симоньян. Сразу же море там целый, ее телеграм запачкан вот этими заявлениями, плюс вот эти, знаете, битье в истерике, как хорошо срежиссировано истерики, где написано там центры принятия решений, пробел, центры принятия решений, пробел, центры принятия решений. Почему на Банково еще существуют здания какие-то, мы слишком долго терпим. Дальше, что очень интересно, что параллельно с этим пошли заявления от российских либералов. Латынина, Собчак, зачем же вы детей-то убиваете, все прочее. Как бы все люди, которые независимо от знака там в плюсах или в минусах являются пропагандистами, сразу хватились за эту тему. Поскольку на России просто разработана тема, все, что проходит и происходит, должна быть там Украина. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг обвинение в причастности Киева к смерти пропагандистки. Украина – неприступное и нетеррористическое государство, в отличие от России, заявил политик. Он назвал убийство Дарьи результатом борьбы различных политических группировок в России с целью увеличения идеологического информационного давления на российское общество против Украины. Ну вообще то, что распространяется российская официальная пропаганда, в том числе и пресс-службы силовых структур, Министерство обороны, ФСБ, это пресс сумасшедшего, который слушать не имеет никакого смысла. Это как слушать, что будут рассказывать НКВД о сталинских процессах, о том, как враги народа роют где-нибудь в Урюпинский туннель из Бомбея в Лондон. То есть это все на таком уровне. Если какую-то конкретную женщину посадили случайно, то, скорее всего, она просто случайно попалась под раздачу. Мало ли людей из Украины работают в России. Просто решили кого-то взять, схватить, сапать, чтобы предъявить население. Мы работаем, мы находим врагов. Ну вот, значит, они будут дальше валить на Украину. В Украине ни об оцене дочери Дугиных особо ничего никто не знал. На слуху украинцев фамилии других российских пропагандистов – Соловьева, Симоньян, Киселева, Скобеевой. Убивать неизвестное лицо нет никакого смысла. Оно не принесет никаких политических дивидендов, не поможет изменить ситуацию на фронте. Возникает еще один вопрос – кого на самом деле планировали убить, отца или дочь? Мнения экспертов разошлись. Во-первых, Александр Дугин не просто открыто поддержал войну России против Украины. Он требовал такой поддержки от других. В недавнем посте он потребовал от российских элит открыто определиться по этому вопросу. Я думаю, все высокопоставленные чиновники России должны открыто высказать свое отношение к СВО. Или покинуть пост. Неугодным Александр Дугин мог быть и Кремлю. В день гибели дочери он опубликовал пост, в котором довольно жестко высказался о происходящем в России. И фактически пунул стратегию Кремля и непосредственно Путина. Он указал на необходимости внутренних изменений. Я могу понять, что власть привыкла править так, как правило, более или менее эффективно, в течение 22 лет. Но этот период в прошлом. СВО уже все изменило. Теперь вопрос не в том, захочет власть или не захочет перемен. В Кремле такое заявление вполне могли расценить как наглость. Это могло подтолкнуть Кремль дать отмашку на ликвидацию. По сути, путинский идеолог, осознавая провал спецоперации, стал выходить из-под контроля. Стал токсичным элементом. Именно Патрушевская группа считала Дугиным на сегодняшний день излишеством, которое лучше было бы, чтобы оно замолчало. И вот когда произошла эта история с дочерью, еще не было даже известного второго пункта, что в этой машине сам Дугин должен был ехать. Я был абсолютно уверен, что готовилось действительно покушение, готовилось на Дугина, и что это стопроцентная работа российских спецслужб. То есть на самом деле я уверен, что Дугин перестал быть ценным кадром и стал помехой для кремлевских продолжателей, развивателей его идеи. Знаете, Дугин создал, по сути, вот такую руссо-нацистскую идею, а в нацизме есть одна особенность, там может быть только один фюрер. И вот Дугину хотелось сохранять за собой бой, ну если не фюрерские позиции, то по крайней мере такого отца-зачинателя, отца-прародителя этой идеи. Не исключено, что целью могла быть и дочь Дугина, Дарья. По данным журналиста Саши Сотника, она была причастна к краже денег, которые Кремль выделил на финансирование избирательной кампании, в частности Мари Лепен во Франции. Мол, деньги до подруги Путина так и не дошли. Там даже не Лепен в основном фигурирует, хотя она тоже, а Лига Севера в Италии. Ну то есть Дугин был известный персонаж, в работу которого агент такой влияния в Европе. И он влиял и подкупал, и общался, вербовал, значит, европейских правых, ультраправых, ультраконсервативных политиков. И общался с тем же Национальным фронтом во Франции, и с Лигой Севера, и с Йобиком, и с Венгрией, и с кучей других правых партий. Естественно, через него проходили финансовые потоки. И, конечно, какая-то вражда за финансовые потоки могла привести к таким разборкам. Платонова была одной из экспертов по французской внешней и внутренней политике. В совершенстве знала французский язык. Она понимала многие настрои жителей этой страны, при этом трактуя их на свой лад. Хотя риторика Дарьи не была столь критичной, как у Александра Дугина, однако дочь стала достойной продолжательницей рода философа русского мира. Ну это большая честь, на самом деле, быть дочерью такого человека. Смерть идеолога и российского пропагандиста Александра Дугина была бы выгодна многим в России. Считают эксперты. И уверены, за убийством стоят российские спецслужбы. Им был нужен повод для усиления путинского террора как внутри страны, так и против украинских лидеров. Скорее всего, сделали это сами российские спецслужбы. И тут, я думаю, во-первых, для чего это им нужно было. Нужно было, потому что им нужен враг. Они сажают множество людей, они внутренний враг. Они подавляют оппозицию, они выдавливают людей в эмиграцию. Но как бы никакого врага, который можно представить, предъявить населению, у них нет. Потому что Навальный, ну что Навальный, он вел расследование, такой, в принципе, интеллигентный мужик, что он, какой он враг. И, конечно, врага из него не вылепишь. Нужен враг вот в лице как неких таинственных убийц, которые убили молодую женщину, которая не была никаким там даже видным чиновником и поэтому не может вызывать аллергию у населения. И вот этого врага им нужно было слепить. То есть им нужно было придумать какой-то повод для того, чтобы устроить эту истерику вокруг вот таких, значит, внутренних террористов, которые угрожают безопасности населения. И у каждого, значит, россиянина могут взять и, значит, дуру завалить, дочку, да, взорвать. Ну, то есть это как бы, без такого, это хлеб пропаганды, вот такие события. И этот хлеб пропаганды должны создавать спецслужбы, чтобы потом пропаганда на этой теме резвилась. Аналитики убеждены, подрыв автомобиля Дугиных – это в путинском чекистском стиле. Это основание для создания мифа об украинском терроризме. Такое в России уже проходили более 20 лет тому. Тогда, в сентябре 1999 года, в Москве, Буйнакске, Волгодонске произошла серия терактов. В результате взрывов жилых домов погибли более 300 человек. Еще 1700 получили ранения. Согласно официальной версии, теракты были организованы руководителями незаконным вооруженным формированием. Исламский институт Кавказ. Вместе с тем, среди российской и мировой общественности обрела популярность версии о причастности к терактам спецслужб России. В итоге это оправдало начало Второй Чеченской войны, а главное – привело Путина на имперский трон. Намечались выборы. Из Путина надо было сделать высокорейтинговое существо, которое может из ничего стать хозяином Кремля. В российской терминологии – царем. После взрыва Дугиной у Кремля появляется дополнительный повод наносить ракетные удары по украинским городам. Этот инцидент теперь будет использован Кремлем для усиления антиукраинских настроений. Кремлю нужно сплотить россиян в поддержку так называемой специальной военной операции против Украины. Одна страна, один президент, одна победа. Ведь интерес к войне у простых россиян падает. Из-за проблем в экономике россиян больше волнует состояние собственного кошелька. Кремлю нужно постоянно мотивировать население, объяснять людям, зачем они страдают. Почему каждый день хоронят сотнями своих сограждан в результате этой кровопролитной войны. Убрать даже вдохновителя русского мира – это мелочь, в сравнении с глобальными интересами кремлевского диктатора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова